Депутаты законодательного собрания Тверской области провели парламентский день в Вышневолодском городском округе и Фировском муниципальном округе. Депутаты оценили ход работ по благоустройству, осмотрели несколько социальных учреждений, провели встречи с общественностью. Парламентский день начался в Вышневолодске с осмотра состояния памятника архитектуры 18 века торговой ряды. Это объект культурного наследия федерального значения. В 2021-2022 годах в рамках государственной программы развития культуры за счет средств федерального бюджета разработана проектная документация по реставрации приспособлению торговых рядов. Стоимость реставрации 2,5 миллиарда рублей. Проект сделан. 31 миллион уже федеральных денег на это истрачено. Сейчас, говорят, только поддерживающие работы будут осмечены и будут оплачены. Это 27 миллионов. Затем осмотр благоустройства набережной имени Олега Матвеева. Здесь проведен довольно большой объем работ, причем сразу по нескольким программам. В частности, комфортная городская среда и программа поддержки местных инициатив. Сделаны дорожки, уличное освещение, качели, установлены информационные стенды и многое другое. Общая сумма почти 17,5 миллионов рублей. В дальнейших планах благоустройство пожарной набережной. Это напротив и так называемых островов. Территории рядом с пожарной набережной. Следующий объект городской сад. Здесь, по сути, капитальные работы по всей территории. Дорожки, набережная, детские, спортивные, концертные площадки, сцена, объекты инфраструктуры, уличное освещение. Работы в самом разгаре. Горсад, конечно, да. Горсад впечатлил. Вот этот объект, да. Что здесь вот такие прекрасные набережные тверцы были устраиваны. Депутаты посетили очень важный для города социальный объект детский сад номер 2 «Теремок». Он был построен в рамках национального проекта «Демография» и заработал в январе этого года. Сейчас в нем 160 детей. В дошкольном учреждении созданы все условия для пребывания всесторонне в развитии детей. Это комфортные, оснащенные современным оборудованием группы, спортивные и музыкальные залы. На улице просторные игровые зоны, клумбы, зелень и интересные скульптуры любимых детьми персонажей. В финале Вышневолодской части парламентского дня осмотр хода работ по капитальному ремонту моста через реку Шлина. Мост стратегически важный. Он соединяет не только две части большого поселка Красномайский, но и два округа – Вышневолодский и Эфировский. Общая стоимость работ свыше 160 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется к сентябрю этого года. В целом участники оценили парламентский день довольно высоко. Подобные мероприятия в Вышневолодске проходят второй раз. Длава округа обратила внимание, что прошлый визит депутатов уже принес результаты. В прошлый раз были в гимназии номер два. И вот результат кровля. То есть были в этой гимназии именно парламентский день. Был Сергей Анатольевич, были коллеги. И вот результат. Пожалуйста, мы сделали кровлю. Фальцевую кровлю. То есть историческое здание. Это очень приличные деньги, очень проблемные. Но мы ее сделали на историческом здании. Очередной парламентский день доказал, что эти мероприятия очень ценны для власти местной и для представительской власти, для депутатского корпуса нашего Вышневолодского городского округа. Мы в очередной раз сверили часы, побывали на социально значимых объектах, выслушали мнения жителей, избирателей наших и удовлетворены той оценкой, которую жители ставят за ту работу, которая проведена на территории. В Фировском муниципальном округе первая остановка в поселке Великооктябрьский. Депутаты осмотрели местный дом культуры. Он был построен в 1955 году. Здесь зрительный зал на 248 мест, кинозал на 37 мест, дискотичный зал, тренажерный зал «Олимпия», танцевальный класс. В ДК работает 19 клубных формирований, которые посещают более 170 человек. Недавно, в том числе, за счет так называемого депутатского фонда областных парламентариев, был проведен текущий ремонт. Кроме того, в целом, в поселке за последнее время сделано немало работ по благоустройству. В частности, приведен в порядок сквер возле ДК. Такой передовой опыт, когда администрация работает с предпринимателями, с депутатами ЗАГС собрания, с депутатами района, собрания депутатов. И вот здесь совместная работа позволяет достигать очень хороших результатов. В самом Фирово главный объект – поселковая средняя школа. В феврале этого года здесь начались работы по капитальному ремонту. Ремонт в школе идет по федеральной программе модернизации систем школьного образования. Расходы в рамках софинансирования с федерального областного и окружного бюджетов. Общая сумма – более 40 миллионов рублей. Работы, которые выполнены – это отмостка, утепление фасада, замена полов, общестроительные работы, которые проводятся уже в кабинетах непосредственно. Предстоит нам еще до конца доделать все отопление и привести в надлежащее соответствие, чтобы каждый класс покрасить его и оборудовать его уже тем оборудованием, которое уже в ближайшее время поступит для этой данной школы. Также будут полностью заменены освещения, водопровод, система канализации. Установлены новые двери, приобретена мебель, все оборудование в пищеблоке. Все работы планируются завершить к началу учебного года. Далее депутаты осмотрели благоустроенную хоккейную площадку в рамках федеральной программы «Спорт, норма жизни и сквер», где работы велись по программе формирования комфортной городской среды. Мне приятно принимать на своей территории своих коллег, парламентариев. Ну и, соответственно, показать, что и такое достаточно далеко расположенное относительно Твери, нашего областного центра, место имеет тоже достаточно большое значение. Почему? Потому что здесь тоже проживают жители, здесь тоже те люди, перед которыми мы давали какие-то обещания. И поэтому очень важно сегодня их реализовать и услышать наших избирателей. Общение с жителями – обязательная часть каждого парламентского дня. Вопросы всегда разные, но вот в этот раз звучала относительно новая тема – сельские старосты, что стало очень актуальным в свете образования муниципальных округов. Мы сейчас от комитета планируем проведение выездных зональных таких совещаний, где как раз будут рассматриваться вопросы по сельским старостам. То есть вопросы, как правильно их мотивировать для того, чтобы вот эта прямая связь между жителями и администрацией была осуществлена, чтобы люди не были потеряны. Вот это самое главное. В Фирове встреча с общественностью стала финалом всего парламентского дня. Депутаты выслушали предложение, обсудили вместе за жителями пути решения некоторых вопросов. Заместитель председателя Законодательного собрания Александр Клиновский вручил почетные грамоты и благодарности областного парламента. Затем коротко, но емко подвел итоги всего мероприятия. Когда смотришь на территориях, ты начинаешь по-другому оценивать те законы, которые принимаются в Законодательном собрании. И ты уже смотришь, как они работают на местах. Практика парламентских дней будет продолжена. Они дают эффект, что уже почувствовали и оценили власти и сами жители.